смотрите ребята суть какая видно конечно слово видно а Вадим смотрите Вадим в календарь вы можете у себя на компьютерах например запустить трансляцию только микрофон динамики выключите а то будет фонить ну выключите там есть динамики чтобы вы меня два раза не слышали но я имею ввиду выключите у себя звук и выключите у себя микрофон картинку вы будете например видеть в мониторе вам в календаре должна быть завешена хэнгаут видеоконференция но слышать у меня будете не через динамики потому что там задержка будет меня будете слышать по факту каждый ну два раза с задержкой но это просто если чтобы картинку на мониторе видеть а не смотреть на проектов ну в google календарь должна быть не про гордо я сейчас буду рассказывать это я говорю что чтобы например не смотреть на проекторе вы можете это смотреть у себя на экране то есть вы в хэнгауте подцепляетесь в трансляции вот и будете видеть то что у меня на экране у себя на экране да по идее у меня в календаре то есть когда добавляется мероприятие вот я вижу здесь а ну что тут гостей немного можете Вадиму написать чтобы он вам скинул ссылку на хэнгаут сессию вот и вы туда можете присоединиться и например чтобы не из проекта рассмотреть будет удобней так давайте продолжим смотрите вот у вас есть джиро в джире у вас есть канбан дашборд или борт здесь есть четыре колонки колонка бэклок бэклок это те таски которые взяты ну и как то все задания которые надо выполнить по данному проекту текущие задания которые надо выполнить по проекту эти задания как бы осайнятся на определенных исполнителей то есть есть бэклок задач стек задач набор задач которые надо выполнить с их описанием и с теми на кого эти задания как бы присоединены сюда можно добавлять например давайте я себе сейчас добавлю задание вот где-то здесь должно быть create search current вот create нашел вот я могу себе сделать таску issue type task summary это у нас practice practice one practice one example то есть моя задача вам показать пример первой практики репортер и я делаю исполнителя тут должен быть и вот assign я делаю assign to me я сам на себя эту таску завесил эпики у нас пока не будет никаких дополнительных задач описание ничего говорю create вот я создал для себя таску но вам эти таски вы их сами создавать не будете эти таски вам будут приходить от меня то есть у вас вы видите дашборд всей вашей команды то есть по сути вы одна большая команда которая работает над одним проектом вы видите все задачи ваших коллег видите какие начали исполняться какие не начали кто что должен делать обычно проводятся планины где разбиваются проекты на части части эти бьются еще чем меньше части лучше потом каждая часть закрепляется за определенным исполнителем и исполнитель сам выбирает в какой приоритетности ну плюс у этих тасков могут быть разные приоритеты и исполнитель сам выбирает задачу в работу плюс у каждой задачи еще есть оценка примерно сколько ее нужно выполнить это если по комбану если мы работаем например по скраму то там ситуация похожа только там есть спринты то есть спринт может быть недельным двухнедельным трехнедельным четырехнедельным основная идея в том что мы заполняем бэглог потом определяемся какие таски мы берем на текущий спринт спринт определяемся сколько каждая таска занимает времени и все эти таски которые мы взяли на спринт концу спринта мы должны выполнить по окончании спринта мы проводим ретроспективу показываем product owner грубо говоря внутреннему заказчику или представителю заказчика что мы сделали выкатываем какой-то build после ретроспективы проводим там анализ проводим демо потом проводим ретроспективу после демо анализируем что у нас получилось что не получилось какими проблемами столкнулись какие корректировки надо ввести потом проводим следующий спринт планинг определяемся какие таски мы будем делать и вот так с шагом обычно две недели проект развивается то есть каждые две недели выкатывается какая-то какой-то build вы две недели работаете по результатам двух недель должны показать что у вас получилось а у нас спринтов не будет потому что у нас как бы нету вот такой ну можно было бы в принципе поиграть на вот на этом много времени потратили то есть каждое например домашнее задание этого спринт и в этом например за неделю должны сделать домашнее задание и потом мы анализируем как у кого что получилось что не получилось какие проблемы ну как бы вы защищаетесь там отвечаете на вопрос этого делать не будем пока упрощенная схема то есть идем вот так задание и просто их выполнять вот например у меня есть задание я выбираю его в работу я выбрал это задание в работу я могу выбрать несколько задач в работу но им прогресс должен быть только один я эту задачу перетягиваю в им прогресс то есть это значит что я работу что я эту задачу взял в работу дальше мне надо создать ветку для выполнения моего задания что такое ветка то есть вот я для выполнения любого задания создается отдельная ветка в которой выполняется это задание что такое ветка у меня мы с вами делали проект правильно этот проект надо положить в репозиторий для этого его мы с сначала создадим у нас с вами будет гид репозиторий в битбакете сейчас здесь создадим сразу на логиниться думаю что ничего не вижу сейчас создадим с вами новый проект загрузим туда наш проект с вами который мы делали у нас будет ат желай так вот это также create project то есть мы создали проект в одном проекте может быть несколько репозиторий соответственно несколько приложений связанных с одним проектом у вас может быть микросервисный проект то есть проект состоящий из нескольких микросервисов каждый микросервис это отдельное приложение создаем репозиторий назовем его также как мы называли с вами приложение мы его называли fundamentals и там дальше называем создали репозиторий мы с вами создали репозиторий теперь я вам сейчас дам права на этот репозиторий чтобы вы могли его тоже скачать так permissions permission не это branch permission ну то депозиторий permission вот там здесь нужно вашу группу это у вас по моему вот так jira at july вот ваша группа даем вам право на запись и добавляем вот у вас есть read write админа нету теперь вот наш репозиторий нам нужно его мы его можем либо клонировать либо туда выгрузить проект пока отсюда клонировать нечего он пустой я беру и свой проект вот который мы с вами писали я туда буду сейчас выгружать что такое система гид да это система контроля версий когда у вас есть локальный гид репозиторий то есть вы локально версируете свой код и глобальный гид репозиторий и вы их периодически как бы синхронизируете то есть у вас код хранится на сервере и такая же копия хранится локально вы локально внесли изменения когда вам эти изменения надо отправить на сервер вы делаете пуш когда вам надо изменения сервера читать вы делаете пул первый вы делаете пул первый раз вы делаете клоу ну вообще стянуть все если у вас ничего нет у меня есть я его хочу туда выгрузить скорее всего вы ну как бы проекты создавать будут ну как бы старшие братья по оружию вы будете поначалу их просто к себе клонировать и вносить из них изменения ну может быть по разу для того чтобы мой проект локальный добавить в системе версирования надо вот здесь сделать в закладке VCS enable version control integration enable version control integration в качестве системы выбрать выбрать гид вот несколько систем контроля версии поддерживается мы выбираем гид нажимаем ok как только я это сделал в папке с моим проектом где он там лежит у меня сейчас найдем workspace идея дата изменения как только я это сделал вот у меня в папке появилась вот такая точка гид вот точка гид это ваш локальный гид репозиторий здесь хранятся все настройки и файлы отвечающие за версирование вашего проекта папка скрытая поэтому если у вас не включены не включено отображение скрытых папок ее видно не будет дальше я добавил версирование но он не версирует все он версирует только те файлы которые вы добавили в индекс то есть вам надо еще сообщить какие файлы надо версировать ну то есть следить за их изменениями какие не надо версировать для этого вам надо явно добавить их в индекс а те которые версировать не надо чтобы он вас постоянно не спрашивал что делать с этими файлами которые вроде бы как бы вы пока в индекс не добавили надо сделать гид игнор файл в котором перечислить все то что вы версировать не хотите версируют обычно только исходные коды и конфигурационные файлы то есть то что несет как бы интеллектуальную ценность исходное то есть то что байт коды не интересно потому что вы их в любом случае можете получить из исходных кодов вы их как бы при компиляции заново получаете смысла их хранить нету надо хранить исходники из которых можно получить байт коды исходники хранятся в папочке SRC следовательно мне эту папочку надо добавить в индекс для этого я щелкаю по ней правой кнопкой и жду здесь выбираю гид и вот здесь есть add видите я выбрал SRC щелкнул правой кнопкой здесь есть гид здесь есть add так таким образом я добавил это в индекс вот adding файл to индекс дальше он мне сразу предлагает а хочешь другие файлы добавить в индекс вот он мне говорит а вот у тебя тут файлик новый появился vcs.xml в x будешь его добавлять я говорю нет в индекс его добавлять не хочу и чтобы каждый раз по поводу нового файла он у меня не спрашивал что с ним делать надо сделать так называемый файл gitignore его можно создать руками а можно воспользоваться плагином поставить плагин .ignore покажу где он тут settings plugins вот он сразу показывает вот так он называется плагин .ignore вот его установить чтобы установить надо нажать browse repository сюда найти интересующий вас плагин и нажать install понятно но судя по названию не то но гид это известная штука если у вас он ругается на гид гид это программка которая еще и плюс ставится отдельно можно в гугле набрать там гид и здесь вот их сайт gids.sm.com вот здесь можно его скачать и установить после того как вы его скачали и установили в идее в настройках может понадобиться указать где этот гид.exe или гид лежит для этого файл settings здесь есть version control здесь есть гид гид и вот у меня указано где у меня этот гид установлен ну это и вот что делать если он не работает дальше гид мы добавили мне нужен гид игнор файл здесь теперь появится игнор файл здесь я выбираю гид игнор файл здесь выбираю гид игнор файл создаю новый файл файл в корне для гид игнор файл никакие галочки тут ставить не надо то есть быстро ручками все допишем с вами вот он говорит добавить гид игнор в индекс я гид игнор в индекс добавляю почему чтобы гид игнор лежал уже в репозитории все пользуются одной средой разработки в основном на проекте соответственно у всех игнорируемые файлы одни и те же то есть какие мы файлы будем игнорировать конфигурационные файлы идеи то есть конфигурационные файлы которые идея добавляет в проект свои внутренние которые непосредственно к самому приложению отношения не имеет байт коды ну в принципе и все причем я поставил себе игнор и он мне сразу говорит добавить неверсирован неверсируемые файлы которые ты не добавил в индекс сразу в игнор я говорю да зачем их писать и вот он мне сразу что он сказал он говорит вот игнор то что не подходит я правлю то есть гид игнор я хочу чтобы версировался вот я и по нему правой кнопкой специально еще раз кликну хоть я и говорил добавить его но что-то он не добавился гид все я его еще раз принудительно добавил гид игнор дальше гид игнор у меня папка идея это конфигурационные файлы идеи конфигурационный файл проекта от идеи и аут это байт код то есть вроде мы идею добавили аут добавили src то есть идея у нас попала в гид игнор аут в гид игнор src в индекс гид игнор в индекс фундаментал с файл в гид игнор все мы все папки и файлы с вами обработали теперь у нас есть настроенный проект версируемый гитом надо сделать первый коммит что такое коммит коммит это как бы сохранение текущего состояния то есть мы с вами сказали что система контроля версий как бы версирует все ваши изменения так вот вот эти точки сохранения надо делать самостоятельно то есть она не каждую букву которую вы поставили запоминает а вы как бы делаете breakpoint ну точки сохранения ну как в играх знаете сохранится да и потом можно к любому сохранению откатиться вот то же самое здесь fest вы делаете сохранение и он как бы момент коммита сохраняет все состояния вашего проекта то есть какой был проект на момент коммита потом вы вносите изменение опять коммит вносите изменение коммит и каждый коммит вы можете посмотреть что было в том или ином коммите можно коммиты между собой сравнивать можно файлы двух разных коммитов сравнивать Вы берете файл из одного коммита, этот же файл из другого коммита, и смотрите, что у вас поменялось между двумя-тремя коммитами, то есть во времени. Где это удобно? Если вы внесли изменения и что-то поломалось, вы пытаетесь найти, что же поломало ваше приложение, какой код. Вы начинаете сравнивать те файлы, в которые были внесены изменения в последнем коммите, и сравниваете их состоянием с прошлым коммитом, и вот так легко понять, какие же изменения привели к нежелаемым последствиям. Делаем коммит. VCS.commit. Видите, тут сразу есть. Либо же Ctrl-K. В коммите отображаются все файлы, которые поменялись, добавились, удалились, из версируемых папок. Ну и, то есть, все файлы из версируемых, которые менялись, они здесь отображаются. Можете применять тут галочки, ставить, удалять. Обязательно писать commit message. То есть, зачем этот коммит? Обычно пишут, что добавилось, что изменилось. То есть, описание тех изменений, которые были зафиксированы данным коммитом. Ну, или изменения по отношению к прошлому коммиту. Таким образом, вы будете понимать, какой коммит, что поменял. Плюс, вот, каждый файл выделяете, и вы видите, вот, внизу, что у вас изменилось. Но, так как у меня только добавлялось, а, по сути, ничего не менялось, поэтому все зелененькое. Красненьким будет, это значит, удалялось. Зелененьким добавлялось. Вот, у меня это init commit. То есть, первый инициализационный коммит. То есть, первый коммит. И init. Нажимаю commit. Вот, произошел commit. Все. Я закоммитил изменения. То есть, сделал, как бы, сохранение своего проекта. В git репозиторию. Теперь мне эти изменения, и вообще мой проект, надо отправить в удаленный репозиторий. Я всегда выбираю VCS, git. И здесь есть pull. А, не pull, push. Вот, push. Push это отправить. Pull это забрать. Pull получить изменения. Push отправить изменения. Выбираю push. VCS, git, push. Появляется такое окно, где он говорит, ты ветку мастер хочешь куда-то в удаленный репозиторий отправить. Только он говорит, refine remote. То есть, определи его, потому что пока он у меня просто не настроен. Я кликаю эта ссылка. Он говорит, репозиторий будет, например, называться original. Почему? У вас может быть несколько удаленных репозиторий, куда вы будете отправлять одно и то же. Ну, так обычно не делают, но это возможно. И им дать разные названия. Ну, еще где-то нарицательные. Вот. И надо дать URL. URL моего репозитория. URL мы возьмем вот отсюда. Вот есть клон. Нажимаю клон. И он говорит, по HTTP, вот URL, который, по которому ты можешь общаться с данным репозиторием. Возвращаюсь в проект и его сюда вставляю. Вот он вставился. Вот я вставил URL, который скопировал там с веб-интерфейса. Нажимаю ОК. Он туда обращается. Логин и пароли у меня уже введены и запомнены. У вас он спросит. Введите ваш логин, пароль, учетная запись. Он говорит, что твой пуш включает один коммит. И вот какие файлы модифицируются. Их можно тоже выделять. Смотреть. Что поменялось. Ну, так как у меня это первый коммит. Понятно, ничего не поменялось. Я нажимаю пуш. Все, изменения улетают на сервер. Вот, пуш successful. То есть он говорит, пуш прошел успешно. Теперь я могу пойти сюда. Еще раз зайти в проект. И я уже увижу. Обновлю его по сути. Я уже увижу, что у меня есть ветка мастер. У меня есть пакет. У меня есть файлы. Файлы можно смотреть. Вот. Файл, который тут лежит. Все удаленно могу смотреть. Структуру проекта. Какие. То есть кто что делал. Вот кто делал коммит. Вот когда он его делал. А это его идентификатор. В принципе. Вот такая ситуация. У меня сейчас есть только одна ветка мастер. Больше других веток нет. Можем создать еще одну ветку. Create branch. Зачем несколько веток. Смотрите. По сути ветка это набор коммитов. Или коммиты помечены определенной лейбл. Ну определенной меткой. Которым является этот коммит. То есть он говорит. Вот этот набор коммитов. Относится к мастеру. Он может к нескольким веткам относиться. То есть содержимое этого коммита. Находится в мастер ветке. Другой коммит пока в мастер. Находится например в девелоп ветке. И создается впечатление. Что у вас как бы два проекта. Ну или две копии проекта. То что в мастер ветке. И то что в девелоп ветке. На самом деле у вас не два копия кода. А у вас просто разделение. Говорят. Коммиты. Часть коммитов относится к мастеру. Часть коммитов относится к девелопу. Соответственно тот код. Который. В коммитах мастера. Отображается если вы включаете ветку мастер. И видите тот набор кода. Который как бы связан с этими коммитами. Если вы переключаетесь на ветку девелоп. Вы видите код из коммитов. Которые принадлежат как бы девелопу. Из ветки в ветку можно делать мердж. То есть вы берете часть. Или все коммиты из девелопа. Добавляете в мастер. Вы называете как бы мержики. То есть ветки сливаете. Тогда все изменения которые были в коммитах девелопа. Добавляются все в тот код который был в мастере. В чем удобство. Удобство в том что например у вас есть мастер ветка. Это продакшн ветка. То есть в мастер ветке находятся коммиты с кодом. Проверенные. Рабочие. И таким образом у вас есть всегда. Рабочая версия вашего приложения. Вы всегда можете переключиться на мастер ветку. Собрать ее. И запустить она будет работать. Девелоп ветка обычно используется. Для тестирования новых каких-то фич нового функционала. После того как в девелопе все протестировано. Никаких там проблем нету. Если были то все устранены. То девелоп ветка сливается в мастер. Мастер выкладывается на прот сервера. И есть ветки для разработки. Вот вы берете ветку девелоп. От нее создаете ветку. Для реализации какого-то задания. В этой ветке делаете ваши задания. Делаете коммиты. Потом вы говорите. Вроде все нормально. Я могу мой код. Который я написал. Добавить в девелоп ветку. И потом в девелоп ее уже тестировать. Ну как бы на пред продакшн серверах. Зачем это делать? Вы какую-то фичу пилите. Ваши коллеги что-то реализуют. Какой-то код. А потом вот эти все изменения. Берутся и сливаются. Объединяются в девелоп ветке. Могут быть конфликты. То есть когда вы что-то поменяли. Этот же кусок кода поменял ваш коллега. И у вас два куска кода конфликтуют. Такие конфликты в основном решают. Вручную. Вы их порешали. Но непонятно. Это решение не поломает ли один из вариантов. Либо оба. Либо вообще все приложение. И другие куда-то кто-то залез. То есть вот. Получается. Каждый свою задачу реализует. В отдельной ветке. Как бы с отдельной копией приложения. Потом это все объединяется. Тестируется. А потом уже мержится в мастер. И мастер выкладывается на продакшн сервер. Попытаемся с вами. И мы так работаем. Следовательно. Нам что нужно с вами сделать. Нам нужно сделать. Помимо мастер ветки. Нужно сделать. Девелоп ветку. Девелоп. По сути. По сути. У нас сейчас. Один коммит. Который принадлежит двум веткам. По сути сейчас. Не знаю. Как оно это визуализирует. Давайте посмотрим. Две ветки. Мастер. Девелоп. Где-то должна быть визуализация. Ну нечего визуализировать. Один коммит. И все. Дерево не построишь. В этом вкладке. Вы переплатите. Идет работа. У каждого своя задача. У каждого своя задача. У каждого своя задача. Задание одно домашнее. Ну поначалу будут разные. У каждого там свои задания. То есть идея задания одинаковая. Но суть разная. То есть вы будете делать свои задания. В разных пакетах. С разными названиями. Потом это будете все объединять в один репозиторий. Смотреть чтобы вы не затерли код коллегии. То есть будете учиться. Сделать отдельную ветку. Эту ветку потом залить в девелоп. Пройти кросс-ревью. Перед тем как мерч делать. Ладно. Давайте сейчас покажу. Что делаем дальше. Я сделал две ветки. Я залил изменения. Вам не надо будет создавать проект. Не надо будет его заливать. Вам надо его будет к себе затянуть. Поэтому давайте сделаем. Попробуем сымитировать работу. Как вы должны будете делать. Я беру и удаляю свой проект у себя с компьютера. То есть вот у меня. Фундаментал. Я беру и делаю delete. Да. Все. Я проект удалил. Нет его. Теперь я этот проект хочу к себе затянуть через гид-репозиторий. Я беру в идее. Я говорю. Файл. New. Project. From version control. Вот видите. Я говорю. New. Project. From version control. Я выбираю здесь гид. Убираю гид. Он мне говорит. Веди адрес твоего репозитория. Адрес репозитория берем там же. Идем сюда. Вот здесь есть клон. Вот. Клопочка клон. Здесь есть адрес. Копируем адрес. Идем к себе. Вот здесь в URL. Вставляем. Проверяем путь. Куда мы его хотим положить. Вот у меня. D. Workspace. Идея. И название проекта. Говорю. Клон. Идет загрузка проекта. Я говорю. Открой в новом окне. Ну. Так даже можно делать. Из-за того, что делали-делали. Поломали настолько, что уже все. Оживить его не можете. Стерли. Заново стянул. То есть. Вот он стянулся. Вот мой проект. Вот. Идея. SRC. Вот все мои файлы назад. Единственное, что. Если я попытаюсь это запустить. Какие могут быть проблемы. Смотрите. Видите, как он мне на hello говорит. Он говорит, что не так в настройках. Что не в настройках. Во-первых, так как я настройки проекта не индексировал и не сохранял. Соответственно, он не знает, какое SDK надо выбрать. То есть я захожу в конфигурацию проекта. Конфигурация проекта находится вот здесь. Вот она. Кнопочка. Захожу сюда. Выбираю SDK. SDK 8. Apply OK. SDK выбрал. Теперь. Все равно я запустить код не могу. Почему? Вот он мне как-то вот так некрасиво ругается на мой файл. Он говорит, я знаю этот Java файл, но не знаю, что с ним делать. Почему он не знает, что с ним делать? Моя папка SRC не выбрана как source root. Что такое source root? Папка не выбрана как папка с исходными кодами. Для этого надо сделать правый клик по этой папке SRC мышкой. В выпавшем списке выбрать mark.s. Вот здесь mark.directory.s. Здесь есть source root. То есть, это значит, что это главная папка со сходными кодами. Source root. Все, когда я выбрал source root, у меня теперь мой проект, ну мои файлы можно запускать. О, что-то не понравилось ему. Не понравилось ему, не знает куда компилировать. То есть, я нажимаю run. Он говорит, cannot start compilation, the output path is not specified for model. То есть, не выбрана папка out. Идем и создаем ее вручную. Находим где там мой проект. Сейчас найду эту папку. Вот оно. New folder. Называю ее out. Ок. Все, есть папка out. Ок. Создал папку out. Нажимаю ok. Еще раз пробую run. Invalid в настройках. Source release. Вот тут стоит девятый, а я выбрал восьмой. Выбираем восьмой. Apply ok. Еще раз. Все, hello. То есть, я проект стянул и его донастроил. То есть, всегда, когда стягивает, ну или часто, когда стягивает проект, надо выбрать gdk, выбрать версию, ну, версию проекта. То есть, есть у вас gdk, это которая установлена, а есть версия проекта, с которой вы работаете. То есть, здесь может стоять восемь, здесь может стоять шесть. Но если здесь стоит восемь, лучше здесь выше не ставить. Может поломаться. Как у меня только что случилось. И добавил папку out, куда будут складываться байт. Все. Все, проект заработал, я могу с ним работать. У меня вот здесь есть по умолчанию, он стягивает версию, он стягивает локально папку, ну или бренч, видите, local, бренч, мастер. В мастере работать это плохо. В мастере обычно не работает. То есть, вы создали проект мастер, все, в мастере больше не работает. Работают либо в своей крайнем случае, еще можно работать в девелопе, если вот надо или какой-то hotfix сделать, или если вы один. Но обычно в девелопе работать неправильно. Правильно работать, сейчас покажу как. А потом в девелопе свой код просто сливать. В девелопе обычно, ну редко редактировать, ну как, по правилам его редактировать не надо. То есть, в девелопе делают hotfix, ну исправление, да, вот у вас девелоп поломался. Выберете его и ремонтируете. А новое все вы пишете в отдельных ветках. Потом там проверяете в отдельных ветках и только потом делаете мердж в девелопе. И такие серьезные фиксы тоже делают в отдельных ветках, потом накатывают на девелопе. Чтобы просто потом можно было откатиться, чтобы можно было понять, где, что не так. А так вы сразу в девелоп раз внесли изменения, а потом их оттуда приходится, ну как бы, вычленять. Так, вот у нас девелоп. Как на него переключиться, потому что сейчас я в мастере. Щелкаю по блемке, выбираю девелоп, который оригинал. И здесь есть чекаут из new local branch. Это значит, забрать, ну, подгрузить девелоп и создать новую локальную ветку. Вот я переключился теперь на девелоп. Я в девелопе. Ветка девелоп. По сути у меня так сейчас, как две ветки одинаковые. У меня всего один коммит, никаких изменений здесь не произошло. У меня есть теперь локальный проект. Все хорошо. Могу продолжать выполнять свое задание. Нажимаю create branch. Вам сейчас Jira должна создать отдельную ветку для выполнения вот этого вот задания. Нажимаю create branch. Он говорит, откуда будешь делать branch. Я говорю, брендж буду делать, например, из девелопа. Название оставляю таким же. Вот я вижу, что брендж идет из девелопа. Вот с таким названием. Я говорю create branch. Создалась новая ветка. Теперь мне на эту ветку надо в моей среде переключиться. Как на нее переключиться? Видите, я пока этой ветки здесь не вижу. Почему? Надо подтянуть изменения с сервера, которые там произошли. Как это сделать? Берем VCS. Здесь выбираем git. Здесь выбираем fetch. Вот fetch. Fetch это подтянуть изменения с сервера. VCS. Git. Fetch. Мы с сервера подтянули все изменения. Теперь, если я захожу вниз, я вижу, вот появилась моя ветка. Я на нее переключаюсь. Checkout. Извини local branch. Говорю, создай локальную. И ветку с таким же. Теперь, вы как видите, я переключился на свою ветку. Я буду работать с ней. Вы в своей ветке должны будете создать папку. Вот у меня, видите, здесь есть папка. EWHDV. Вы на этом же уровне, в OA, в папке OA, и создаете папку со своим логином. То есть, не надо влезть в мою ветку, не надо писать. Ну, не надо лезть в мою папку. Ну, в мой пакет. Вот мой пакет, да? Вы в OA создаете свой пакет. И в этом своем пакете уже выполняете все свои задания. Ну, например, я вот тут создам пакет TestUser. TestUser. И это будет PracticeOne. PracticeOne. Ок. То есть, вот я создал тестового пользователя. В нем пакет PracticeOne. Теперь здесь я создаю ее класс. Например, app. Ну, добавляю его в индекс. Я хочу, чтобы он версировался. Создаю main. Assault. Ну, не знаю, кого он еще. Будем считать, что вот мы задачу свою реализовали, выполнили. Все. Готово. Позже того, как я свое задание выполнил, мне надо это дело закоммитить и запушить. Ctrl-K. Вот я вижу, чего там я добавлял. И как напишу изменения. First Practice. First Practice. Commit и Push. То есть, закоммитить и отправить на сервер. Ну, он мне говорит, куда я буду пушить и что пуш. 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 Successful. Теперь, когда мы перейдем сюда. Где-то моя. А, у меня и то, и то перетянул в одно место. Видите, он говорит, уже один бренч есть. По моему таску. Где-то тут должен быть еще написано, что и Commit один есть. Сейчас обновим. Что-то не подтянул. Ну, не важно. То есть, вот уже один бренч есть. То есть, я Что делаю дальше? Я делаю Merge Request. Ну, или Pull Request. По-разному. В разных платформах по-разному называют. Вот. Pull Request. Что это значит? Это я прошу мою ветку Смержить. С веткой. Которую выберу. Create a Pull Request. Выбираю. Я говорю. Вот. Source. Моя ветка. Мержится. В develop. То есть, я вот эту ветку мержу в develop. Он мне здесь показывает, Какие были Commits. Кто делал Commits. Что поменялось. Какие файлы. То есть, все можно посмотреть. Что добавилось. Кто это добавил. Сколько Commits. Когда. Нажимаю Continue. Описание. Reviewers. То есть, сюда можно добавить Reviewers. Кто должен будет проверить Мой код. Добавить. Сейчас кого-то поищем. А сейчас запустим. Посмотрим. Какие есть в каунте. Кого добавить. О, больше людей стало. Уже 7. Евгений Вдовица. Есть такой. Вот. Могу как Reviewers добавить. Кликните потом. Ну, есть. Доступ к GL есть. То есть, вот я добавляю. Выбираю пользователя. Ну, тут ставлю его как Reviewers. Вот. Я его добавил. И говорю Create. Я сделаю Pull Request. Вот. Теперь вот возле кнопочки Merge появилась иконка того, кто меня проверяет. У человека вот здесь в Pull Request появится единичка. это значит, что на него завешен Pull Request, по-моему. Он сюда заходит. Вот сюда по себе кликает. И подтверждает типа, что он проверил мое задание. У меня здесь появится красненькая такая. Ну, не красненькая. Зелененькая галочка. Либо красненький кружочек. Ждем. Ждем. Да. Когда я сделал уже Pull Request, я могу говорить, что ну, таску, например, в дан переношу. То есть, я сделал, жду макса 1. То есть, больше одного таски сюда нельзя. перенес в дань. Все, я сделал. Жду, пока меня проверят и замержат. Или я, пока меня проверят, я сам замержат. Но обычно проверяет какой-нибудь там техлит или темлит. И когда он говорит все окей, он сам и мержат. То есть, сам объединяет ветки. У него просто права есть на это, а у человека на это прав нет. Либо, если у него есть права, там можно по-разному настроить. Пока не будут все опровы, мерж нельзя делать. Или, если у человека в принципе на мерж нет прав, то неважно есть опровы, нет опровов. То есть, тут может быть три человека, только после того, как все три поставили, один из них может мерж делать. Ну, там по-разному настраивается. Тут уже вот. Да. конечно, вот видите, появилось. Вот опров. То есть, все опров, я делаю мерж. Что она говорит? Она говорит, что вот твоя ветка сливается в develop, и я ставлю галочку delete sort branch after merge, то есть, удалить исходную ветку, после того, как ее коммиты смержатся в develop. Зачем? Чтобы они не болтались и не мешали. Потому что их может быть очень много, а потом вообще непонятно, где чья ветка и что с ней делать. Я нажимаю merge. Все, он говорит merge ok. Если я теперь посмотрю бренчи, то, во-первых, видите, pull request пропала, единичка, и всего две ветки осталось, третья удалилась. Но у меня локальная еще есть. Что я должен сделать? В WCASE я должен сделать fetch. Я обновляю изменения на сервере. Потом, мой commit добавился в develop. Следовательно, мне надо переключиться на develop. Локальный check-out. Я переключился на develop. теперь мне надо изменения, которые я сам сделал. Стянуть с репозитория git и я делаю pull. Он говорит pull из develop. Я говорю pull. И вот он тянет мой код, но уже в рамках другой ветки. Все. Вот он сказал, что pull update from сервер 1 created и вот этот файл, который я создавал. Вот аппп. То есть, если я теперь посмотрю, вот, пожалуйста, вот у меня есть этот же аппп. А ветку свою локальную старую я должен удалить. То есть, я по ней клацаю. Вот. Я говорю delete. Вот, нажму delete, и она пропадет и у меня локально. А сервера она уже была удалена. Delete. Все. Ветка удалена, код выполнен, проверен, в develop delete. Задание я выполнил. То есть, вот тот workflow, который обычно проводят на предприятиях в процессе разработки. Task появился в бэклоге, Task находится в Дании. Какие будут вопросы? Есть и 32, есть и 64. Можно с сайта скачать как 32, так и 64. 32 разрядные или 64 разрядные вопросы? 32 нету? Да, я уже попробовал, который не тренировался. Сейчас. Должна быть. GDK 8. вопрос. x86 это 32 разрядная x64 это 64 разрядная то есть для 32 разрядных windows а для 64 разрядных windows ну и для linux то же самое. Смотрите, я это записал на видео. Понятно, что если бы мы делали это вот кликните это, я жду пока все кликнут, кликните это и я жду пока все кликнут, мы прикали два занятия. что вам нужно делать это вам домашнее задание это все будете дома кликать понятно что сейчас вам среда незнакомая git lab незнаком то есть бит бакет незнакомый джера незнакомая то есть вам вы эти интерфейсы не видели с этим не работал бит бакет и джера один и тот же логин система авторизации у них общая то есть если вы залогинены в одну вас будет пускать и во вторую что вам нужно будет вот с тем что я показал сделать вам надо будет дома открыть видео посмотрели что я сделал на паузу сделали сами паузу отжали посмотрели дальше какой-то шаг паузу то есть ну пошагово повторить что я делал то есть ну я вам показал как происходит процесс разработки на предприятии почему на предприятии не очень любят брать самоучек там джунов которые нигде не работают потому что всему этому их придется учить причем да я синтакси знаю в команде работать не умею я не знаю что такое g рашу такой но я не знаю что такое гид я не наш такая система контроля версия не знаю что такое conban я не знаю что такое скрам я не знаю что такое daily meeting и то есть я этого всего не знаю человек пришел и говорит ну учите меня а это платить за это кто будет что мы тебя учить будем хотя будут учить люди которые зарабатывать который зарабатывает 10 раз больше чем должен зарабатывать невыгодно повторить что я сделал сделать еще практику это кликнуть одну кнопочку да то есть проект сдавать не надо смотреть я вам просто показал больше чем вам надо сделать вам надо будет зайти битбакет склонировать себе приложение которое там уже есть потом зайти на свою таску нажать свои таски создать ветку и в идее переключиться на эту ветку и сделать задание можете сейчас давайте я вам буду там например что-то помогать можете сейчас попытаться это делать просто не все с своими компьютерами то есть можете на этих попробовать то есть в принципе смотрите что вам надо делать еще раз если вернуться у вас есть таска но для начала вам надо себе склонировать приложение для этого делаете клон выбирайте адрес нажимаете клон выбирайте адрес открываете среду разработки файл new project пром version control git вот вот это вот связка создаете новый проект из version control git он у вас спросит урл копируете сюда вот тот адрес который вы скопировали нажимаете клон и у вас появится этот проект который мы делаем после того как у вас есть проект вы должны удаленно создать ветку и на нее переключиться в среде и выполнять задание то есть вот что вам надо делать то есть последний то что я рассказал последние 15 минут вот это то что надо сделать переключиться на ветку потом сделать push здесь pull request и замерджить и поудалять метки локально потому что удаленно удалится сама когда вы галочку поставите проверяющих я назначу на следующем занятии когда вас побольше зарегистрироваться проверяющие назначаются из списка зарегистрированных нас пока там всем человек было три вот то на текущий момент есть это тот кто вадим это того кого добавил вадим ну как из ваших один человек есть потом это кого добавил вадим список а вы ему сообщали логин порой свой логин да напишите ему где мы ну еще раз список группы не семь человек может он не ту группу вас добавил скажите нас нет а точно вас тут нет ваших да ну а не а не а почта или логин на кого группу не добавил вы есть jira software users вы как юзер есть в систему зайти может но к проекту в группе проекта вас не добавили хороший вопрос сейчас идет юзер групп жира тире давай можно он сейчас если мы сделаем список групп уже 8 а куда-то скидывать можно мне логинство о скайпе есть группу skype скайпе я подобавляю что бывает а и а а и и и и и и и и так еще кого-то добавить авторизироваться а правильно вот так вот а л4 свет . свет а имейл можно на который регистрировались можно поймал бреншин сам назовет ну давайте потом попробуем еще поколдовать сейчас мы там где-то пробел чин зачесался сейчас да нашлось просто первый пробел стоял а пробел это символ сейчас так ну всех по идее добавили уже должно быть 10 уже человек в группе есть так смотрите что не можно логин скинуть надо сначала зарегистрироваться регистрировались если я буду дать мои имели он будет вам будет открываться если у меня есть имя потому что последний раз я посмотрю на мои имели адекват писал мистер Володко он который может быть у меня нету аккаунта но я хочу узнавать у меня есть или нет потому что каждый я поспросил но он бы сказал для меня все есть я уже сделал я уже ну не вопрос а имейл какой я проверю лайн сейчас так так как а и а и а и нет такого, но я Вадиму скажу, чтобы помог им зарегистрироваться так, смотрите, я так понимаю таски пришли только первым трем, ну когда я отправлял задание, сейчас отправим остальным тапом, что такое, так давайте теперь к заданию что-то у меня не останавливается, ладно, остановится, вышлю таски, сегодня первое практическое занятие, задание вы можете посмотреть на google диске, либо на почте, либо в джире, в джиру первым трем я уже отправил, сейчас дошлю всем остальным, где посмотреть на google диске, но в той папке вашей, находится в доступной мне fundamentals, здесь есть практические задания, да, так всем сейчас вышлю в джиру, вот, практическое задание 1, это кому не пришло на джиру, можете посмотреть на google диске, кому пришло на джиру, смотрите в джире, кому пришло на почту, смотрите в почте, в принципе место, откуда вы его прочитаете, не важно, главное, чтобы вы его прочитали, что сейчас делаете, читаете, 5-7 минут думаете над тем, как его делать, то есть, ну вот, у вас есть задание, что бы вы, как бы вы его делали, то есть, ну вот, у кого какие идеи, как выполнять данное задание, через 5-7 минут мы обсуждаем, как вы это будете делать, и вы приступаете к работе, пока вы думаете, я разошлю это задание тем, кому оно еще не пришло, запись пока останавливаю.